Всем привет! И как ты, наверное, уже догадался, в эфире новый обзор очередной мобильной игры от Mob.ua. У микрофона, как всегда, я, Амортис, и поехали! Ну, если быть точным, полетели, ибо сегодня мы с тобой покинем бренную землю и воспарим в небеса. Встречаем сегодняшнего гостя, игру World of Aircraft. И да, на оригинальность она не претендует ни в названии, ни в сюжете. Это игра про самолеты, и до нее я помню, по крайней мере, три игры, отличие которых от этой стремилось к нулю. Но не будем забывать, что Aircraft все же для мобильных платформ. И если у создателей и не было заоблачной фантазии, это вполне может окупиться их мастерством и качеством продукта. Так ли это? Давай заценим. Игра сделана на движке Unity 3D, на котором вообще довольно много чего сделали. Хорошего и не очень хорошего. И уже по заставке мы видим, что игра, в принципе, имеет весьма неплохую графику, да и вообще сделана на совесть. В самом начале нам предлагают пройти обучение. Мы взлетаем с площадки, на которую почему-то поленились натянуть текстуру, и оказываемся в безбрежном воздушном океане. Один на один с обучающей миссией и ее текстом. И, на мой взгляд, это слабое место игры. Разработчики хотели как лучше, а получилось война и мир Льва Толстого. Потому что текста ну очень много. Нам объясняют буквально все. От азов управления до тактики ведения боя каждым видом оружия. И это немного не то. Например, нам рассказывают, как сделать мертвую петлю. Рассказали и рассказали, казалось бы, но нет. Далее следует лекция о том, что мертвая петля удобна, чтобы уйти от атаки. Да неужели? Я бы в жизни не догадался, зачем нужен резкий переворот самолета, если бы мне об этом не написали. А еще написали о том, что петля тратит энергию. Серьезно? Датчик энергии у меня перед глазами, неужели я бы сам этого не понял? Ну и все в том же духе. Советы может быть и правда полезные, но их слишком много. Из-за чего минуте на пятой чтение текста становится уже как-то пофиг. Ну да ладно. После прохождения обучения нам предлагают войти в аккаунт. Ну здесь все просто. Вводишь свой логин и пароль и коннектишься к серверу. В меню игры можно увидеть количество своих ресурсов. Это золото и бриллианты. На них можно улучшать самолет, но об этом чуть позже. Также в меню расположены четыре пункта. Помимо обучения и выхода, это Эйрфилд и Баттлфилд. Эйрфилд это магазин. Здесь, используя ресурсы, о которых я уже упоминал, можно покупать новые самолеты, а также улучшать параметры старые. К параметрам относятся защита, скорость, урон от пушек, а также скорость перезарядки оружия. Ну а Баттлфилд это, собственно, поле боя и есть. Здесь мы выбираем один из четырех режимов игры. Прохождение миссии, бой один на один, дезматч, ну это все против всех, и командное сражение. Выбрав, ты увидишь прикольную карту заданий, выполненную в форме трехмерного чучела нашей планеты. Ну а пока ты наблюдаешь за боем, расскажу немного об управлении. Левая часть экрана предназначена для управления самолетом. Свайпами по ней мы летим в нужную сторону. Также там находится индикатор энергии, которая нужна для ускорения и той самой мертвой петли, и индикатор заряда. Заряд тратится при стрельбе, и если он закончится, придется ждать его восстановления. Ускорение мы врубаем, зажимая палец по центру экрана. Очень, кстати, удобно, когда надо догонять, ну или сваливать. Ну и петля, конечно же. Она делается свайпами двумя пальцами снизу вверх и сжирает всю энергию. Справа расположены две кнопки. Это зеркало заднего вида, чтобы засекать севших тебе на хвост врагов, и огонь, чтобы отправлять их в ад, например. Вообще, как и в любой более или менее продвинутой онлайн-игре, есть куча нюансов, тактик и тонкостей. Но, поскольку у наших обзоров все же есть определенный формат, я предлагаю тебе узнать все тонкости из личного опыта, играя и сражаясь. Ну или из обучения. Поэтому давай переходить к итогам. Игра качественная, с хорошей графикой и динамичным геймплеем. В онлайне постоянно тусуется народ, так что проблем с одиночеством не возникает. Поэтому всем любителям аналогичных игр на ПК советую однозначно качать, ставить и заценивать. На сегодня это все. Если понравилось, подписывайся, комментируй, лайкай и делись. С тобой были Николай Подгорский, Федор Амортис и обзоры от Mob.ua. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok